Сегодня по всей стране выпускники общеобразовательных учебных заведений сдают единый государственный экзамен. В Карачаево-Черкесии в этом году почти две тысячи выпускников. В организации экзаменов задействовано около тысячи педагогов. Из-за пандемии ЕГЭ проводится позднее, чем обычно, и имеет свои особенности. Как проходят выпускные экзамены, узнавала наша съемочная группа. Подробности расскажет Мураджан-Кезов. В этом году ЕГЭ не является обязательным. Его сдают только те ученики, которые собираются поступать в ВУЗы. Экзамены проходят с обязательным соблюдением мер против распространения коронавируса. Пункты проведения предварительно продезинфицированы и оборудованы дозаторами с антисептиками. На входе дежурят медики. Они проверяют температуру школьников и организаторов. В первый день выпускники сдают экзамены по литературе, информатике и географии. ЕГЭ в этом году проходит в непростых условиях, в условиях распространения коронавирусной инфекции. Поэтому на нас особая задача и ответственность – это провести экзамен в безопасных условиях для всех участников проведения ЕГЭ. Поэтому соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологического характера и нормы. На экзамене присутствуют и общественные наблюдатели. Они находятся не в аудиториях, а в коридорах, зонах прохода и штабах. В кабинетах участников рассаживают на расстоянии в полтора метра. До начала экзамена остается несколько минут. Волнение нарастает. Немного нервничаю. А так на декабрьском сочинении больше нервничаю, чем на ЕГЭ. Я просто хочу, чтобы это уже закончилось поскорее, и я ушел отдыхать на лето. Настрой хороший, а ЕГЭ – это просто испытание, которое нужно пройти. Ни пуха, ни пера. Спасибо. К черту. Пункты проведения экзаменов оборудованы видеонаблюдением, рамками металлоискателей, оборудованием для печати заданий и сканирования работ. Вот. Проведена огромная подготовительная работа, поскольку около двух тысяч выпускников сдают ЕГЭ на территории республики. На протяжении всего проведения экзамена у нас будет и работает уже сегодня телефон горячей линии. Поэтому по всем интересующим вопросам, связанным с организацией проведения ЕГЭ, можно позвонить на телефон горячей линии. Мы полностью готовы к проведению единого государственного экзамена на территории Карачаева-Черкесской республики. Данный вопрос находится на контроле у руководства республики. Мы желаем успехов нашим выпускникам. В этом году сделано всё, чтобы все ребята, собиравшиеся поступать в ВУЗ, смогли это сделать. Поэтому на август запланирована и вторая волна ЕГЭ. Сдавать его смогут те, кто по различным причинам не смог принять участие в основной июльской волне. А зачисление в ВУЗы пройдёт, когда будут обработаны все экзаменационные работы и получены итоговые баллы. Мураджентюзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия.